В нашей палате новый спикер, что заинтересовало Курта Мецгера и Мишу, да и меня тоже. Майк Джонсон. Майк... Майк Джонсон. Его позиция по Украине, я думаю, это первый вопрос, который задают люди. Какая у этого парня позиция по Украине? Это был мой первый вопрос, так как я знаю, что мы бросаем Украину и возвращаемся к нашей первой жене Израилю. И я... не кажется странным, что я только сейчас начал понимать Зеленского. Признаю, раньше он мне не нравился, но теперь я вроде как за него. Как раз под конец тренда. Раскол в палате представителей среди республиканцев по поводу помощи Украине в ее войне против России создает препятствие для проводки новых законов в Нижней Палате. В своей речи президент Байден объявил об отправке бюджетного запроса в Конгресс с требованием помощи и для Израиля, и для Украины. Пугающие, кстати, речи. Ожидается, что запрашивать будут около 100 миллиардов, а я слышал про 105. И у Украины там большая доля. Это типа как, когда уходишь от своей подружки или любовницы, то накидываешь ей сверху немного денег, так как больше уже с ней никогда не увидишь. Ага, типа, что ты не шантажировала. Это как последнее украшение для любовницы перед расставанием. И оно дорогое. Потому что на этом, ну, типа, давай, до свидания. Так и поступал. Джонсон Рьяна поддерживал... Рьяна выступал в поддержку Украины в ее борьбе против вторжения России в феврале 2022-го. И об этом нам, кстати, тоже надо поговорить, так как я очень хочу услышать мнение Курта. Потому что... Спасибо. Потому что... Если на чистоту по поводу этой его позиции по Украине... Почему это он внезапно начал выступать против, как только это стало политически выгодно? И политически целесообразно. Погодите-ка. Это же война Байдена. Я смогу во всем обвинить Байдена и выступать против войны? Как я уже говорил. Когда вся эта военная машина думала, что делать со всеми этими республиканцами, активно выступающими против войны на Украине, то ей ответили «Сейчас все будет». И хлоп, Израиль. «Мы должны наложить санкции, ослабляющие российскую экономику», сказал Джонсон в заявлении, опубликованном на Икс. Ранее, известном как Твиттер. «Мы должны увеличить американскую добычу энергоресурсов, чтобы обеспечить защиту и стабильность как для нас, так и для наших европейских друзей и союзников». «Мы должны исключить Россию из глобальной торговли и международных институтов, и хоть правильный момент для этих действий и упущен, мы должны действовать решительно». Он идиот. В апреле 22-го он проголосовал за закон о Ленд-Лизе для защиты демократии на Украине. Вы только прислушайтесь. Закон о Ленд-Лизе для защиты демократии, который должен был облегчить для США поставку военной помощи Украине. Позднее закон был подписан президентом Джо Байденом и вступил в силу. Они что, через Хантера не могли провести? Я не в курсе. Однако в последнее время он относится с сомнением в... Извините, к Украине. Он проголосовал против двух законопроектов, нацеленных на помощь Украине. Первый в 22-м, а второй в прошлом месяце. Так что он, видимо, начал что-то понимать, Курт. За последний год американские налогоплательщики отправили более 100 миллиардов помощи Украине, говорится в февральском посте Джонсона на Икс. Они имеют право знать, было ли украинское правительство полностью открыто и прозрачно по поводу использования этих серьезных сумм денег налогоплательщиков. Он, наверное, не видел, как туда ездили Элизабет Уоррен, Линдси Грэм и Дик Блюменталли. Постой, 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 постой. Он наговорил всего этого бреда, наверное, потому что был должен... Какого бреда? Ну, то, что он говорил перед тем, как мы начали давать деньги. Мы должны наложить санкции на Россию, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да. И когда они это делали, эту помощь Украине, им что, тогда не пришло в голову, что нужен некий аудит всего того, что мы отправляем на Украину? Типа, ему только сейчас пришло в голову, что мы просто швыряемся деньгами в ту сторону. Он только сейчас это понял? Может и так, я просто спрашиваю. Послушай, понимаешь, он не единственный, кто тогда этого не понимал. Ведь с самого начала подробные отчетности требовали только Рэнд Пол и Томас Масси. Хорошо, если вы собираетесь давать им деньги, то мы должны знать, куда пошел каждый доллар. По-моему, это был репортаж в 60 минутах, где сообщалось, что до фронта доходят только 30%. Ну, то есть, если бы до фронта доходило хотя бы 60%, то ничего страшного. Но так как доходит только 30%, то теперь нам нужно посмотреть на подробный список производственных трат. И, по-моему, часть денег шла через ФБЭКС. И, кстати... ФТЭКС? ФТЭКС. СБФ. Сэм Бэнкман Фрид из ФТЭКС. Который скоро даст показания. Мы пока об этом еще не рассказывали, но по-любому скоро это все станет публичным. И как только они увидели, что немало из этих сумм идет обратно, как демократам, так и республиканцам, а его в этом списке не было. Может, поэтому он решил выдвинуться, чтобы выглядеть, ну, что-то типа вроде как более ответственным в финансовых вопросах. После вступления в должность Джонсона спросили, поддерживает ли он дополнительную помощь Украине. Мы все поддерживаем. Мы все поддерживаем. Разве? Нет, не все. Но будут установлены некоторые условия, над которыми мы работаем, сказал Джонсон, идя к Капиторию. Ролик был опубликован в среду на Икс, ранее известном как Твиттер. Мы хотим отчетности, и мы хотим ясного целеполагания от Белого дома, сказал позже Джонсон в ответ на вопрос о том, о каких условиях идет речь. Так что вся эта идея и подход не про то, что, эй, может нам все-таки не стоит финансировать прокси войну на границе с ядерной державой и давать деньги нацистам, которые убивают свой же народ. Тут походу, эй, мы не знаем, куда уходят деньги. Так что это больше не в гуманитарную сторону, а в фискальную. Понимаешь, о чем я? Послушай, я не верю никому из этих людей. Даже Лора Лумер, теперь она говорит об увольнениях. Она призывает к цензуре, и я вчера ей об этом написал. И что она ответила? Она сказала, что это не цензура. Она говорит, что все это связано с контртерроризмом. Все, с меня хватит. И я ответил, Лора, это бред. И я не хочу показывать нашу частную переписку и обсуждать ее, но она пыталась оправдать все это противодействием терроризму. И я такой, ага, опять как во время... Кто-нибудь вообще... Да. Это цензура. Но на самом деле дела еще хуже. Все настолько находятся в пузырях своих... собственных утверждений. Этот парень, который выглядел таким умным, когда высказывал всю Майоркасу во время этих бессмысленных слушаний, оказался настолько тупым, чтобы считать, что мы должны продолжать поддерживать Украину, пусть даже теперь с этими отчетностями. Давай выслушаем его. Это все конченый народ. Так давай выслушаем его, давай посмотрим, что он скажет. Готов? Господин спикер, вы планируете продолжать помогать Украине? Мы все поддерживаем, но будут установлены некоторые условия, над которыми мы работаем. Какие условия? Мы хотим отчетности, и мы хотим ясного целеполагания от Белого дома. Мы собираемся все это обсудить и быть очень продуктивными. Какое еще ясное целеполагание из Белого дома? Они проиграли эту чертову войну. Ты был прав. Мне надо было его услышать, так как, может быть... Он ведь говорит со СМИ, тупейшими зомби. Так что, когда он уже говорит, мы хотим отчетности и хотим ясного целеполагания, то, как он это сказал, для меня прозвучало «нет, мы перестанем им помогать». Так как, если ты требуешь эти два пункта, то все, конец. Ясные цели, отчетность, причина, по которой Иран и Афганистан... Но они всегда смогут тебе чего-нибудь наплести про ясные цели и отчетность, и опять начать... Я говорю, что мог... Они 21 год плели нам про Афганистан. Они рассказывали про все новые и новые цели. Они не были ясными. Они использовали цветные графики. Послушай, послушай. Это было. Избавиться от Талибана. Погоди, послушай минутку. Я не говорю, что он собирается. Я говорю, что когда он это сказал, то это вообще-то могло быть его способом сказать... Нет, я не поддержу. Он знает, как говорить над дебильным журналистом. Знает, как говорить с журналистами-идиотами. И все эти небольшие признаки... Предположим, что он имел в виду то, что сказал. Да. Помнишь его первую фразу? Мы все поддерживаем. Да, и что? Мы все хотим потратить... Это фраза для прессы. Эй, мы все поддерживаем демократию. Это фраза для прессы. Читать нужно между строками. Так что, может быть, я не говорю сто процентов, но очень может быть, что мы все к черту прекращаем. Так как он требует невозможного. Правильно? Ну да, это так. Как бы ты говорил с прессой? Как я бы... Не так хорошо, как он. Да, и близко не так. Мат Гайец неплохо общается с прессой. Не так, как этот. У этого получается лучше. Мат Гайец весьма толково объяснил, зачем нужно заканчивать с этой войной. Типа, хватит уже. Мат Гайец был более эмоциональным. Да, люди, которые выступают против, республиканцы, выступающие против, сказали, что хватит уже. Уже прошло то время, где нужны ясные цели. Уже прошло то время, где нужен бухучет дошедших до фронта денег. Постой, постой, я знаю, но это все не важно. Он говорит с прессой по пути издания. Они хотят знать, поддерживает ли он еще Украину. Любые политики на телевидении, что бы они ни говорили, ты не воспринимаешь их слова напрямую. Ты читаешь между строк. Итак, он говорит с прессой. Я должен что-то сказать. Если бы я говорил предельно точно, то я бы не дослужился до такого поста. Так что же он на самом деле говорит прессе? Он такой, конечно, мы все поддерживаем, что ничего не значит. Что ничего не значит. Я тоже поддерживаю. А, ясное целеполагание. Такие выражения, которые он использовал. Если бы сейчас не было Израиля, то вся пресса уже бы орала, он против Украины. Основываясь только на его словах. Потому что требования аудита, требования ясных целей, это то же самое, что неподдерживание Украины в те времена, когда нам еще было не насрать на нее. Хорошо. Курт, вчера я задал вопрос аудитории. И вот что я спросил. Когда новый спикер Джонсон выйдет, какие он заявит свои первоочередные цели на посту спикера? Окей. Мы еще к этому перейдем, а потом я задам вам... Я спрашиваю у аудитории прямо сейчас. Ну, то есть, после того, как посмотрите этот ролик. И вопрос, после того, как господин Джонсон сделал свое заявление. Что будет с законом о запросе на финансирование? Он пройдет без изменений? Мы говорим про 105, где 60 миллиардов пойдут твоей любовнице, которую ты бросаешь, чтобы вернуться к своей жене, правильно? Итак, 60 миллиардов идут Украине, 14 Израилю, 10 на границу, 10 Тайваню, 10 на гуманитарку. Пройдет ли он в этом виде? Или же будет отклонен? Или же его перепишут в сторону Украины? Или же перепишут в сторону Израиля? До свидания.